здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я вам хочу показать как сделать маленький сувенирный веник из шпагата нам для этого потребуется это вот такая щаточка украденные у жены тайком если увидит смертная казнь корректирована вот такой вот шпагатик и ножницы вот так венчик у нас будет он высотой примерно так здесь у нас 36 миллиметров нет примерно то есть высотой венчик будет где-то сантиметров 15 18 где так начнем о приспособление я на нем делаю ручки для осик такая штука берем шпагат стараемся сделать его красивый многоцветный эти бобин кидаем на пол и начинаем наматывать веник не должен быть слишком тонкий но и слишком толстый не должен быть я мотаю сразу двинете цветных 4 9 10 так имейте ввиду что чем толще шпагат тем толще веник и шпагатик тоненький вот двойной вполне хватит так обрезаем здесь связать надо чтобы еще не мешало таким образом мы сделали заготовочку веника 4 ниточки для того чтобы нам был потом удобнее берем каждую нить разделяем можно не разделять мы делал все на глаз если это еще не слетит то хорошо слетит черт с ней вот эта сторона это будет здесь сама метущей говорится часть вениках если кто пропустил олимпиады можете слушаться и послушать так дальше нам в середине нужно перевязать перевязываем сразу вот этими двумя метями я не концерт так пускай он будет длиннее самого вениках должно это дело быть примерно посередине то есть 18 сантиметров вот 18 сантиметров на посередине все заготовочка готова начинаем производство веника по готовке снимаем 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 блин какая мою все нам этот станок не требуется складываем это пополам так и здесь важно сделать первый петлю вот мы делаем первый петлю чтобы все это не убегал никуда не съезжал подтягиваем и начинаем намазывать потихоньку не спеша сначала трудно веник красивый чем-то уже мотаем тем лучше каждое количество оборотов какой-то делаем петлю особенно в начале опять петлю делаем когда делаем петлю уже нитка не распустится оттягиваем ее вот оно что получается уже начинает что-то формироваться продолжаем наматывать так 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 опять петлю чтобы у нас не расслабилась мотаем дальше у нас все это путь это не таки жестко мотаем упорно мотаем чем тоже тем лучше для пальцев очень полезно и бог не верьте спросите у меня всю правду скажу этот веник например можно поставить в угол куда за пускай стоит можно кому-нибудь подарить занятие для тех кому делать не хребтно берите пример с меня делал книгу веник крутим 5 петельку еще разок мотаем и хватит ниточку придерживаем петельку накидываем всего а теперь что что мы здесь навязывали привязывали елки вот эти все вот берем вот эту штуку раз и пополам делим он был здесь именно на льду Канына на Эльюрском чемпионате 2011 года и выиграл его чемпионам мира одна сюда, другая туда так вот эти все обрезать надо чтобы они не мешались просто разбивать будут с толку с этой стороны что у нас и где находится эй очень здорово по большому счету я бы сделала это ближе извините это не тяжелое так не отрезает так вот разделили мы на две части то что мы обрезали и теперь начинаем все это дело обязывать восьмерочкой раз так два раз вот так вот подтягиваем начало довольно таки трудновато но можно же терпеть восьмерочкой раз так два восьмерочка 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 это моя восьмерочка опа так так это у нас сюда пошло так вот смотрим постараемся подтягивать их между чтобы вот эти две части между собой сходились так так вот 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 я вот мы разъединяем еще лишнее только отрежем сейчас разъединяем вот для чего вот мы их и связывали и здесь тоже самое раз и разъединяем разрезаем серёдочку вот и теперь начинаем опять же восьмерочкой только уже вяжем через 4 каждый день провязываем может ли это рукоделием называться не знаю лукоблудеем да чему я не представляете на пеньке делать не хрена мне и дух какой-нибудь херней займаюсь вот так понимаю поделение перекидываем ну еще вот вытягивается уже форма есть вошел каждую и каждый к центру тянем каждое тянем к центру К середине, к середине, к середине, к середине, к середине, к середине, к середине. И в то же время что плоская была. Минька, вот у нас они уже тут слетают эти направляющие. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. вот такой вот веничек у нас получается красивый что там кривой на хрен себе ну теперь стригем его уже даже работает чем лучше расчесать и в тему пушистей будет но они сжалка тупые не получается подстричь ставим вот такой вот веник в угол и все можно всех не внести куда угодно и как угодно спасибо пишите свои комментарии по поводу этого нужно это не нужно и гладил показать вам как делается большой веник если напишите что показать покажу спасибо